Здравствуйте, гитаристы! Сегодня урок посвящен арпеджио на электрогитаре, а также мы будем изучать арпеджио по золотой секвенции. Если кто-то не знает еще, что такое золотая секвенция, ссылки на уроки и упражнения по золотой секвенции будут помещены под роликом. Ну, если кратко, то золотой секвенцией называется последовательность аккордов, у которых басы расположены друг от друга по квартам. Если представить это на грифе гитары, то, допустим, я возьму первый бас ля, следующий бас будет на кварту выше, то есть под нотой ля, нота ре. Следующий бас будет еще на кварту выше, то есть нотка соль на этом же ладу. Но для того, чтобы у нас басы не поднимались слишком высоко, мы возьмем соль вот здесь, на третьем ладу. Следующий бас на кварту выше до. Следующий бас опять на кварту выше на этом же ладу фа. Но опять же, чтобы не подниматься слишком высоко, мы перенесем фа сюда. То есть получится... Ну и таким же способом мы доходим до си бемоля, потом открытая струна ми и возвращаемся на исходную ноту ля. Ну, арпеджио мы будем играть, все арпеджио мы будем играть от пятой струны. То есть нам нужно сыграть все басы на пятой струне. Как это будет выглядеть? Если опять же от ля. Ля. На кварту выше следующий бас будет здесь. Ре. Соль. На кварту выше до. Фа. На кварту выше си бемоль. И ми. И последний бас, с которого начинали ля. Сейчас коснемся арпеджио. Как я уже говорил, мы будем его играть только от пятой струны. Два вида арпеджио используются в этом упражнении. Одно арпеджио на полторы октавы. Второе арпеджио на две октавы. Итак, арпеджио на полторы октавы. От ноты ля. Двенадцатый лад. Пятая струна. Играем. Трезвучие для до ми. Повторяем его на следующих струнах. На вторая струна ля. Ещё раз. Дело в том, что здесь надо будет уделить внимание правой руке. Если вы никогда не играли арпеджио, то арпеджио на электрогитаре часто играется приёмом свип, когда медиатор просто скользит по струнам вниз или вверх. Я думаю, много уроков в сети можно найти. Ну, если коротко, старайтесь скользить медиатором не плашмя ставить медиатор, а ребром. Когда вы держите медиатор немножко наискосок к струне, то когда вы идёте вверх, к верхней струне, так скажем, к верхней струне, к самой тонкой, то вам нужно скользить по струнам нижним ребром медиатора. Когда вы будете подниматься в обратную сторону, то нужно будет скользить уже верхним ребром медиатора. Итак, играем до ноты до двенадцатого лада это арпеджио. Вот ещё раз, все ноты я играл, кроме последней, вот самой высокой, все ноты я играл медиатором скользил вниз. И вот эту ноту я сыграл медиатором вверх. Дальше движение начинается в обратном порядке. Опять нужно сыграть эту ноту, верхнюю, уже ударом вниз и сорвать, и сорвать, сделать пулов, так называемый. Сорвать на предыдущую ноту. Ещё раз. И вот после этого пулов, все остальные ноты играются уже медиатором вверх, как я уже упоминал, верхним ребром. Следующая арпеджио, которая будет применяться, это разновидность вот этого минорного арпеджио, но только мы уже будем обыгрывать мажорный аккорд, весёлый аккорд. То есть, всего лишь разница всего лишь в один палец. Вместо второго пальца здесь ставим третий. И здесь вместо первого пальца, первый палец уходит не на восьмом ладу, а будет на девятом. Вот и всё, вся разница. Последовательность работы медиатора та же самая, что в минорном арпеджио. Ещё разок. Мажорное арпеджио. Вот эти два арпеджио будут применяться. И последнее арпеджио, которое нам нужно будет для исполнения вот этого упражнения. Последнее арпеджио уже двухоктавное. Давайте мы сыграем от ноты соль. Берём соль на пятой струне, десятый лад. И делаем хаммерон по четырнадцатому ладу. После этого хаммерона второй палец делает малое барре на три струны. Четвёртую, третью и первую. Ещё раз. И последнюю ноту, которую нужно зацепить, уже можно сняв барре даже. На десятом ладу первая струна. Ещё раз. Ещё раз. Но, как я и говорил, арпеджио двухоктавное, нам нужно дойти до самой высокой ноты соль. Пятнадцатый лад, первая струна. Начинали с этой ноты соль, закончить на этой. И так. И вот эту ноту соль, самую высокую, нужно взять медиатором вверх. Ещё раз. Медиатор вверх. После чего делаем пуллов, срыв. И возвращаемся по тем же самым нотам с барре. По тем же самым нотам возвращаемся назад. Ну, когда, само собой, возвращаемся назад, все ноты играем уже медиатором, скользим вверх. Верхним ребром медиатора. Ещё разок. Вот эти арпеджио мы сейчас будем играть от разных басов. Таким образом обыграем золотую секвензу. Итак, начинаем. Первое арпеджио. Нота ля. Двенадцатый лад. Давайте два раза повторим. Теперь то же самое арпеджио играем от семнадцатого лада. Мы обыгрываем аккорд ре минор. Следующее арпеджио. Нота соль. Двухоктавное арпеджио. Двухоктавное арпеджио. Обратите внимание, я остановился на четырнадцатом ладу мизинцем. И вот следующий аккорд у меня должен начинаться с пятнадцатого лада. До мажорный аккорд. Продолжаем дальше. Аккорд фа мажор. Двухоктавное арпеджио. Двухоктавное арпеджио от восьмого лада. И опять та же самая ситуация. Мы закончили на ноте, которая находится рядом с первой нотой следующего аккорда. И продолжаем эту же связочку. От седьмого лада играем двухоктавное арпеджио. И заканчиваем на том же аккорде, с которого начинали. Ля минорный аккорд. Чтобы сыграть повторение, можно начать повторение с мажорного уже аккорда. Обострить, так сказать, тяготение к следующему аккорду. Сон мажор. Сон мажор. До. Фа. Си демоль. Вот с помощью этих арпеджио можно обыгрывать практически любые гармонические последовательности какие-то. Ну, может, позже я запишу такой мини-урок, в котором покажу пару, может, тройку последовательностей, с помощью которых можно тренировать эти арпеджио. В принципе, интересная тема. Можно эту арпеджио, если сдвинуть, допустим, сыграть и в другой тональности его, не только в ля миноре. Данные арпеджио могут пригодиться, кстати, не только на электрогитаре, но и на обыкновенной, на классической, может, на акустической. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин